МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Должны быть бесстрашными, стойкими, не только физически, но и психологически. Сегодня у нас в гостях эксперт в области бокса, главный редактор интернета здания «Бокс-ударники», блогер-христианин Валерий Сизаненко. Валерий, здравствуйте. Очень приятно видеть вас в нашей программе. Немножечко перед началом программы затронули тему бокса, и давайте тогда в самом начале ее и продолжим. Почему именно бокс? Почему решили освещать именно этот вид спорта? И сколько лет вы уже в боксе? Ну, я в боксе уже 19 лет. Почему решил освещать? Потому что мне нравится этот вид спорта. Он достаточно благородный, мужественный. В нем воспитываются те качества, которые необходимы человеку, особенно мужчине. Это волевой характер, умение принимать решения, и самое главное – это контролировать свои эмоции. Бокс – это высокоинтеллектуальный вид спорта, потому что в поединках высокого уровня побеждает тот, кто выше интеллектом. То есть, если брать всех величайших боксеров, это те люди, которые обладали высочайшим интеллектом, которые имели многогранное мышление. То есть, они видели наперед весь бой свой, как он должен пройти, как будет действовать соперник. То есть, они просчитывали алгоритм действий своих соперников. И это на фоне усталости. Потому что в поединке весь резерв организма доходит до предела. И мыслительный процесс очень сложен в таких условиях. Но тут нужно еще преодолевать психологические барьеры. То есть, какой бы ты ни был чемпион, ты всегда пропускаешь удары. И ты должен правильно на них уметь реагировать. То есть, ты не должен бояться, понимать, что происходит, контролировать. И даже в тяжелых ситуациях, когда ты потрясен, ты должен собраться, проявить характер, волю и продолжить поединок. Так же и в жизни происходит зачастую, что мы сталкиваемся с проблемами, которые нам кажется просто нерешаемыми. Да, и вот в этот момент нужно собраться и их решить. То же самое бывают моменты, когда возникает страх, нужно преодолеть его, различные жизненные обстоятельства. И вот этот опыт, он очень сильно помогает. На самом деле, это довольно сложно. Иногда бывают такие удары, что ты, в принципе, теряешь сознание и не контролируешь процесс, а тебе нужно думать, как дальше продолжать этот бой. Ну, чтобы выйти на высокий уровень, нужно пропускать очень мало. Это основа. Если мы посмотрим на всех величайших боксеров, это те люди, которые старались нанести точные удары, но при этом не пропустить. То есть, они думали о защите в первую очередь. То есть, взять таких легендарных боксеров, как Майк Тайсон. Все там отмечают разрушительную мощь, но никто не видит, какая там была техническая работа в плане защиты. То есть, по нему было практически невозможно попасть в лучшие годы. То же самое Мухаммед Али. То есть, он показал величайшую защиту, которая только была в истории. То есть, вот этот момент, он важен. Почему я сказал насчет интеллекта? Интеллект, он как образуется? То есть, человек выходит не просто, это рубка, как у многих кажется. Один бьет, другой бьет. Там интеллектуальная работа идет. То есть, ты думаешь, ага, так, соперник здесь нанесет этот удар. Как мне на него среагировать? Как мне его контратаковать? Как мне не пропустить этот удар? Какую мне позицию выбрать? Да, то есть, это шахматы. То есть, ну, в таком высоком темпе, в эмоциональном таком темпе. Здесь же очень много эмоций происходит. И вы уже соперник. Ты соперник, вы на одной такой эмоциональной волне. То есть, ты чувствуешь, где он испытывает страх, где он испытывает прилив сил, где он испытывает уверенность. То есть, и, как говорил величайший наш тренер Советского Союза, Григорий Филиппович Кусикианс, очень много сильных боксеров, очень много выносливых боксеров. И как всех победить? Только хитростью. То есть, тактическая уловка. То есть, как вот все сражения выигрывались, то есть, если брать историю, то есть, за счет интеллекта. Вот то же самое происходит в боксе. Действительно, как в шахматах нужно контролировать и анализировать каждый шахмат. Да, но только это физический труд. Это вот представить, допустим, пробежать 3 минуты в высоком темпе, до минуты отдыха, 3 минуты в высоком темпе, и, допустим, на протяжении 36 минут. То есть, у тебя сердце колотит, у тебя все, как бы ты уже не хочешь там биться, у тебя в глазах темнеет, тебе тяжело, пропущены удары. Ну, там тяжело. Ну, вот зритель видит уже только результат вот этих вот многодневных, многочасовых тренировок. Сколько вообще должен спортсмен тренироваться, чтобы перейти из разряда любителя в профессионалы? Вообще, как отбираются лучшие игроки? По-разному. Все зависит от таланта. То есть, есть моменты, да, допустим, в истории бокса Джордж Форман. 30 боев на любительском ринге, стал олимпийским чемпионом. Есть люди имеют порядка 300 боев, но даже не могут отобраться на Олимпиаду. То есть, здесь все индивидуально. То есть, последние, скажем, наши годы, там, Энтони Джоуша, да, это чемпион мира по профессионалам, олимпийский чемпион. Он начал заниматься в 17 лет боксом, а уже в 23 года он стал олимпийским чемпионом. То есть, еще через пару лет, через три года он стал чемпионом мира среди профессионалов, а кто-то всю жизнь к этому идет и не может этого добиться. То есть, здесь все зависит вот именно от мышления. Даже вот все вот величайшие боксеры, они все всегда отмечают тот факт. Все зависит от мышления. Если ты думаешь, у тебя все получается. То есть, это думать не только в ринге, это тренировочный процесс. То есть, каждое твое действие, оно должно быть осознанно. То есть, это не механическая работа, когда ты должен там 12 раундов, допустим, отработать на боксерской мешке, а ты каждое свое движение, ты думаешь, что ты делаешь каждую секунду. Ударил здесь слева, как у меня рука стоит, как у меня нога. То есть, там движение защитное, как я вышел. То есть, это же требует психической энергии очень много, концентрация. То есть, а спортсмены, которые приходят, ну и начинают так, ну, там, так поработал, не подумал, ну ничего страшного. А в ринге он выходит, как бы встречается с человеком, который готовился к этому, и все, и он теряется. Мне нравится метод кубинцев. Я общался с кубинскими тренерами, он их спрашивал насчет философии, как они тренируют. У них ребенок, который пришел на бокс, проходит несколько уровней. Первый уровень, он год стоит только перед зеркалом. Он отрабатывает защиту, он отрабатывает атаку, только перед зеркалом. Через год разрешается одеть перчатки. Он не имеет права перчатки одеть год. После этого он отрабатывает легко отработки в парах, то есть это не поединок, а это легкая отработка, какие-то элементы по заданию. Дальше, если он это проходит, сдает этот экзамен, дальше уже разрешаются легкие спарринги, то есть буквально на касание. Тем самым они начинают отрабатывать технику. Только когда он уже переходит в разряд опытного спортсмена, там 12-13 лет, он может уже спарринговаться каждую неделю с разными бойцами. И при этом кубинская школа бокс всегда считалась одной из лучших, это самые техничные боксеры. У нас зачастую многие тренера, они этого не приветствуют. И защитный бокс, как и у большинства людей, ассоциируется с трусостью. То есть если человек меньше атакует, а работает на контратаке, значит он боится своего соперника. А вопрос как был? Почему он боится своего соперника, если идет тактическая борьба? То есть зачастую боксеры, они друг друга не выцеливают. То есть тут каждое действие, микродвижение, доли секунды. Раз только ошибся человек, только руку отпустил, только неправильно ногу поставил, положение выбрал, где он не может атаковать или контратаковать. И раз соперник другого наказывает. То есть вот этому нужно учить. Довольно популярно стал женский бокс, популярен, он в тренде. Что можете сказать об этом? Ну не просто популярный, сейчас женский бокс входит в программу Олимпийских игр. Это Олимпийский вид спорта. И здесь конкуренция на данный момент достаточно слабая. То есть если брать, допустим, любительский бокс, чтобы пройти, допустим, до Олимпийских игр, ну допустим, Санкт-Петербург мы берем, нужно выиграть, значит, сначала Санкт-Петербург, регионом нужно еще пройти северо-запад. То есть Санкт-Петербург это где-то до пяти боев. И как правило, все пять поединков у тебя будут все сильнейшие спортсмены. То есть высокого уровня. Ты попадаешь на чемпионат России, где ты тоже попадаешь до пяти поединков. И у тебя все высочайшие уровни соперники. А в женском боксе, ну на данный момент, если у тебя там в городе будет там одна соперница, там хорошего уровня, это хорошо. На чемпионате России, ну три-четыре. Ну это в всем весе. То есть у тебя два-три боя могут быть тяжелые. То есть перспективы есть. В женском боксе, скажем так, немножечко другая философия, именно ведение поединка. Они больше работают, ну так, эмоционально. Вот что вроде бы, как бы казалось, как бы не должно быть. Они очень эмоционально работают. Поэтому, если, допустим, девушка умеет контролировать свои эмоции в поединке, выполнять установку, вот это очень важная тактика. То есть не просто, что ты вышел, тебе эмоции захватили, ты пошел там рубиться или еще что-то. Да, как бы четко выдерживать план на бой и думать при этом. То есть большие шансы. Помимо того, что вы главный редактор, бокс-ударники, интернет-издания, также вы активный блогер. Что вы хотите сказать, что хотите донести своим подписчикам о спорте? Ваша основная вот идея. Основная задача это популяризация бокса, спорта и мотивация к занятию спортом. Чтобы люди не просто смотрели, потому что для чего нужен большой спорт? Чтобы люди смотрели и занимались. То есть у них есть пример. Ага, вот это есть потолок. Что можно добиться? Вот это есть потолок техники. Рассказать о боксе, рассказать о спорте, о том, как нужно правильно тренироваться. Потому что у нас зачастую люди могут заниматься 5-6 лет спортом, потом говорить, у меня там межпозвонковая грыжа, у меня там такая-то травма, такая-то травма, почему так? И ты начинаешь разбирать его тренировочный процесс и просто понимаешь, что человек тренировался неправильно. То есть он тренировался просто безграмотно и убивал свое здоровье целенаправленно. То есть и залы, они же тоже, допустим, если даже просто брать там тренажерные залы, как бы тренера, они заинтересованы фитнес-инструкторами, чтобы у человека пришел быстрый результат. Ну, кто занимается, коммерческий спорт, почему? Потому что нужно, чтобы человек пришел раз, два, три, как бы он ему платил. И люди это многие понимают и начинают, либо просто экономят свои денежные средства и начинают сами заниматься, выполнять неправильно технику, естественно, получают травму. То есть вот эта задача обучить людей спорту, хотя этот вопрос поднимал, даже задавал чемпиона, можно ли обучить спорту по интернету. Ну, кто-то говорит там, нет, нельзя, кто-то да. Но когда я разговариваю с чемпионами, с заслуженными тренировками России, все смотрят, обучающие видео уроки, они смотрят тренировки, чемпионов, таких-то спортсменов. Допустим, даже как советский спорт развивался, величайший наш боксер Валерий Попенченко, олимпийский чемпион, его тренер разрабатывал программу, консультируясь с тренерами из других видов спорта. Смотрел, ага, это ему подойдет здесь, можно здесь с легкой атлетики, допустим, такой-то можно использовать элемент, допустим, как интервальный бег, то есть как по раундам, человек 3 минуты бежит, минуту отдыхает, то есть как в поединке, то есть максимальная нагрузка. Остальные моменты он смотрел, что можно сделать с такого-то вида спорта, взять с плавания, как его адаптировать. То же самое и профессиональные тренера, они также смотрят и учатся, только об этом многие публично не заявляют. Бывает, с заслуженными тренерами, тоже тренируюсь, и вижу, что они тоже на это обращают внимание. когда стоит у нас, допустим, вопрос по поводу обучающих видеороликов, многие как бы не хотят. Почему? Потому что они говорят, это моя методика, которая была наработана 20-30 лет назад, я понятным воспитал чемпионов, или такого-то добился результата. То есть не хотят просто делиться с людьми. Потому что да, еще бывает, что 90% они вообще не поймут людей, что происходит. Просто уникальная техника, другое мышление, человек просто смотрит этот обучающий видеоматериал и говорит, слушайте, что это вообще такое? Он там не так бьет, он там руку, почему у него рука опущена? Даже был момент, фотография заслуженный тренер России держит на лапах заслуженного мастера спорта. И у них у боксера опущены руки. То есть для чего это сделано? Чтобы была полностью концентрация на работу ног. Потому что вся работа начинается с ног. Ну уже как бы руки на самом деле это последний элемент. То есть они не так важны. То есть если ты разогнал с ног, корпус, у тебя спина, работа, и там люди начинают писать, вот как он там бьет, там неправильно и так далее. Спрашиваю, подожди, какой у тебя норматив в спорте? Он говорит, ну я там занимался, ну у меня там тренер занимался. Подожди, сколько у тебя чемпионов тренера воспитал? Ну там, никого как бы не воспитал. А почему ты считаешь, что ты прав, как бы заслуженный тренер и заслуженный мастер спорта, который подтвердил на деле, да, свои знания, что они делают неправильно? Может, стоит задуматься, как бы, что они делают, да, как бы, может, ты не знаешь каких-то там моментов, да, которых тебя не обучили, да, которых не знает твой тренер. Ты же можешь развиваться. И вот так вот многие люди, благодаря тем материалам, которые я выкладываю, они узнали очень много о боксе. То есть даже вот иностранные, там люди, там, с Китая, допустим, я там человек постоянно пишет, что ему нравятся там материалы, когда, допустим, обзоры, делал аналитические поединков. Я показываю картину, не как видит зритель и даже не как видит боксер, я показываю картину, как видит тренер. Потому что это стратегия и в поединке идет шахматная партия, но рулевые, это тренера, которые по ходу поединка определяют, как нужно вести одному, второму, как делать, то есть вот эти указания за одну минуту, они могут полностью перевернуть хоть в ход поединка. То есть один совет, он все может полностью поменять. Как вы подписчикам, например, вот с христианской точки зрения преподносите, например, тот же бокс. Не грех ли это, например, наносить удары сопернику? Вообще, боксы христианства, совместимы ли эти понятия? Боксы христианства, ну, если говорить, как отцы церкви говорят, до уровня мастера спорта можно заниматься. Да, почему? Потому что ну не такой вред здоровью и не такой вред гордости и тщеславию. Многие, скажем, православные деятели, они считают, что бокс, он не допустим ни в каком виде. Потому что это травма будет. То есть удары, удары по голове. В исламе бокс, по идее, тоже прямо запрещен. Пророк, пророк Мухаммед сказал, что не бейте по лицу, то есть можете бороться, но удары в голову нельзя делать. То есть почему? Потому что лишается разума у человека. Ну, такое отношение. Но при этом же многие священники занимались боксом и, скажем, благословляют спортсменов, которые выступают. Тот же, допустим, у нас пример Фёдора Емельяненко в смешанных единоборствах. Он православный христианин. Поэтому отношение, скажем, у каждого оно своё должно быть. Потому что у каждого свои цели в боксе. Допустим, кто-то приходит в бокс, не хватает характера. Он слабый. Он чувствует это, но не хватает силы духа. Он чувствует это. И он начинает это подтягивать. Но при этом он не убивает своё здоровье. То есть можно по-разному заниматься, как я сказал, один тренер по кроссфиту, я его тренировал по боксу, и говорю, как ты думаешь, тяжело, опасно ли заниматься боксом? Он говорит, ну подожди, смотря как заниматься. Если говорит, стоять на боксерской мешке и бить по боксерскому мешку, то не опасно. Но если ты выйдешь на спарринг с чемпионом, допустим, или с мастером спорта, то действительно это опасно. Отношусь как? Я в сообществах и в своём общении всегда даю свободу слова, только чтобы не было мата и чтобы стараясь ограничивать именно оскорбления друг друга, чтобы не было так уважительное общение, надо было бы чистое, тем более бойцы. У бойцов принято чисто общаться, почему? Потому что все друг друга уважают, одним делом занимаются, понимают, что это тяжёлый вид спорта, друг друга бьём. Другая философия, как отношение, одних людей непонятно, как друг друга бьём. А здесь нормально, мы друг друга делаем сильнее, мы помогаем друг другу в боях, психологически дальше помрачь, мы уважаем друг друга, поддерживаем, как становимся определённой своей такой семьёй спортивной в этом направлении. У вас большое количество интервью, вы откровенно разговариваете со спортсменами, никогда не спрашивали, перед началом ринга какое ощущение? Это страх, это смелость, наоборот, может быть, кто-то молится перед началом ринга. Вообще, спортсмены верующие в своей большей части? Все по-разному, как сказать, есть очень верующие люди, да, но опять же, вера же у всех разная, тоже как бы как христианин, допустим, коса, разное значение, слово одно, разное значение, то есть ты можешь христианом называться, жить, поступать совершенно как бы не по-христиански и обращаться только к Богу, когда тебе что-то нужно, помоги мне с боем, помоги мне с этим, не искать Бога, бойцы, которые именно ищут Бога, я думаю, их не так много, верующих, да, много люди, кто-то открыто говорит, что я верующий, кто-то не любит это говорить, вот очень многие люди, которые, ну, скажем, ближе к христианству, ну, в реальности, да, то есть понимание, что такое христианство, они, как правило, ну, не открыто это позиционируют, да, что вот я там христианин и так далее, то есть у них это видно в поступках, как он поступает, понятие любви, что такое любовь, да, к другому человеку, то есть уважение, то есть, да, как он там христианин, ну посмотрите в бои же Федора Емельянька, то есть он там выигрывает, допустим, человека досрочно, это просто работа, да, это спорт, он сделал свою работу, он испытывает сопернику глубокое уважение, то есть у каждого свой путь, да, то есть нельзя там сказать, как там, допустим, стать христианином, да, потому что каждый как-то раз-раз там смотришь, вроде там человек может быть там, скажем, вообще вести там аморальный образ жизни, там, да даже там быть там или алкоголиком или наркоманом, и раз его благодать Божию коснулся, человек полностью меняется, то есть он становится праведником, жизнь полностью меняется, ты видишь, сколько чудес, да, как бы происходит в нашей жизни, если ты на это обращаешь внимание, да, то есть не просто так, как бы ты, ну христианин, христианин, да, если вот ищешь Бога и пытаясь увидеть во всем промысел Божий, в любых событиях, в любых действиях, то ты видишь такие вещи, и Господь, Он сразу дает знак, главное искать и не подстраивать Бога под себя, как, ну, есть такое, что люди пытаются, там, что тут у них какие-то есть, либо страсти, либо там грехи, там, с которыми не хотят расставаться, да, там, просто возлюбили, да, это, и они начинают как бы под себя подстраиваться, ну, тогда они не познают Бога, и Господь просто от них отходит, и все, как бы люди, ну, в темноте пребывают, то есть нет, нету этого света. То есть это должно искренне исходить из тебя, это вера, а не просто... Вера, она должна быть взаимной любовью между Христом и тобою, то есть ты должен тянуться к Христу, как тянуться, то есть исполнять заповеди, то есть уподобиться Христу, то есть и наша главная заповедь, первая изначально, да, если говорить о всем построенном на двух, возлюбить Бога и возлюбить ближнего, да, но заповедь, все, на этом весь закон и пророки, да, установлены, но мы должны познавать Бога, мы должны познавать Писание, постоянно изучать его, тогда мы начинаем уже глубже, глубже, глубже понимать, и Господь нам всегда помогает. Но вообще, задавали себе когда-нибудь вопрос, за что вы благодарите Бога? За все, ну, за бытие, ну, раз и не чудо, чтобы, раз вот не было из небытия, пришли в бытие, все, все, что происходит в жизни, все, слава Богу, у нас люди многие, там, жалуются, там, погода, там, да, там, плохая, там, погода, там, сегодня, там, солнце, там, сегодня, там, ветер, надо так подумать, даже сейчас, да, погода, у нас, скажем, такая, достаточно теплая, но никто не думает, а может быть, эта погода сейчас спасла жизни, там, бездомным людям, да, которые сейчас на улице находятся, то есть за все, 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 что происходит, там, за жену, там, благодарность, за семью, да, за все, за здоровье, все, за все, нужно благодарить, бога когда учишься ты живешь к в благодарности она и в духовном плане и даже ну как вот светская там психологии у тебя есть благодарность здесь ну как говорят они на позитивное мышление да то есть даже этот человек который живет без бога он понимает что позитивным мышлением ему как бы живется по-другому у него мысли под по-другому да и у него идеи возникает и творческий есть потенциал а когда ты с богом то все ты наполняешься как как ты можешь не благодарить между прочим возвращаясь к боксу да немножечко скажу что ведь есть и бывшие боксеры которые стали священниками проповедниками да это сергей какоев вот в частности у него был сложный именно спортивный путь да и потом бог дал ему возможность служить людям потом есть а украинский мы не к паке о да филиппинский филиппинский который с проповедями ездит по всему миру и проповедуют христианство вот как относитесь вы вот к таким вещам когда люди из спорта уходят в веру но если игры про священников священник это господь призывает то есть не нет не ты становишься священником газ господь тебя призвал миссионерство это наивысшая награда которая может быть да это должно превыше монашество но это большой подвиг это большой труд почему большой подвиг большой труд ты будешь сталкиваться с этим внешним миром как христос сказал на ли меня будут гнать и вас да как бы учитель ученик не выше учителя то есть и ты должен быть к этому готов что в мерьте будет не принимать да будут люди которые будут приходить через тебя христу то есть задача проповедника не привести не к себе а христу людей но при этом христу относятся либо его принимают либо не принимают как бы нейтрального нету отношения как правило поэтому это большой подвиг и спортсмены я считаю они люди волевые они сильные да вот в этом в плане до ментальном и я даже считаю что именно спортсмены должны как бы этим заниматься если они сами верующие да и если они с богом живут то есть это само собой разумеющиеся вера нам помогает жить и у каждого человека есть свои ценности да они нам помогают как развиваться в социуме так и социум нас воспринимает исходя из того какие ценности в нас заложено вот какие жизненно важные ценности вы для вас главные жизненные ценности для вас главное но сейчас в жизни я считаю что любовь вот это первое главное все все остальное уже на этом и созидается что нужно понимать что вот каждый человек какой бы он не был что христос за него пошел на смерть вот ты просто должен это осознавать как будто тем все все что происходит там там можно там человека может и осуждать там круто вот и вот а ты подумай подождет его осуждают да как бы христос за него пошел на смерть такую же жертву сделал да те допустим дано там что-то знать этому человеку что-то не дано у тебя есть там свои таланты да там свои какие-то дары ты их используя другие да как бы и мы здесь живем социуме да у нас должна быть гармония то есть мы должны дополнять друг друга не так что там превозноситься там что я там лучше там или там гнаться там зачем-то там там я там за богатство хочу там я там славу хочу или еще что-то не как бы это не главное главное познать если человек все познал любовь да и не просто там даже ближним а тем кто к тебе там негативно относится да там вообще там против тебя то есть враги твои даже ты смотришь даже ну да посмотреть по интернету там люди там разные там негативка начинаешь просто анализировать на мечтом кота там и зависть да у кого-то еще что-то да там кто-то там считает что он там лучше ну тут то тоже проявление зависти какой-то еще что то то есть тут и должен с любовью относиться вот это считаю главная ценность опять же для любого человека важна поддержка как в спорте так и в ваших до вашей работе в ваших начинаниях у вас большой поток информации очень много людей кто вас поддерживает вот в вашем деле и насколько сложно или легко сильному мощи мужчине обрести свое счастье ну поддерживать себя господь надо всегда обращаться на себя с молитвой любое дело начинания нужно и с молитвой начинать нужно обращаться и отношение должно быть если ты что-то делаешь даже там самую какую-то мелочь что-то делаешь ресторане да то есть послушание делаешь ради бога ты это делаешь когда ты так делаешь тебе все легко дается почему дается легко потому что ты не свои силы используешь а использую силу бога то есть ты постоянно призываю бога в помощь даже каких-то каких-то просто элементарных вещах то есть у тебя всегда вся твоя жизнь она полностью состоит из взаимоотношения с богом то есть молитва общения с богом тогда все 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 получается все хорошо с информацией тяжело работать потому что тебя приходят разные информации те нужно проанализировать нужно постоянно у бога просить разум мудрости понимания потому что зачастую информация может те и преподносит одно так как бы она имеет скажем так умыслы замыслы совершенно другие да как бы человек может там использовать да что-то и бывает очень плохо там что какое-то там злодейство хочет сделать как бы через тебя да как бы и ты допустим этого не понимаешь и может он стать там соучастником да ну к примеру там там элементарно там человек нам выдаете за того кем это мне является там примеру датами и хочет там что-то там сделать там да там политически бывает там трамплину и так далее такие моменты да то могут быть информационные и в жизни там разные могут быть моменты до которые ты не предвидишь да то есть ты не знаешь а как как узнать то есть у тебя надо просить чтобы господь открывал и уже ты внутри как бы сам чувствуешь как бы делать не делать и этого так поступить не так поступить даже вот информационной деятельности там скажем все гуру гуру пиара там маркетинга все говорят что по шаблонам нельзя отработать только все на внутреннем уровне то есть понимаешь и тут также ты работаешь раз на нужном уровне получается что-то раз приходите а мысль раздешься лету а вот это супер это круто да это как ну слава богу как бы это не моя заслуга это заслуга бога мне ничего не принадлежит даже жизнь как в любом месте она как бы уйдет вот это осознание ваше сообщество да помогает еще и благотворительностью участвует делайте посты о помощи детям призываете ваших подписчиков помогать что для вас значит эта миссия ну как само само разумеющиеся как бы понятно там бывает на мой раз думаешь такая такие моменты как бы что люди могут там подумать да там не себе ли ты там собираешь там еще что-то такие есть моменты то просто думаешь я делаю ресторане да как потом или есть мы обратились за помощью все вы публиковал выложил на меня меточку мне этот труд труда особого не стоит публиковать сделать не такое там большое дело ну как бы так но для кого-то это может даже для кого-то там это может стать как бы ну я вот сделал сделка будет какая-то там заслуга не знаю наш заключительный вопрос продолжите пожалуйста фразу я счастлив потому что то что я люблю бога